Всем привет! Сегодня будет короткое видео обзор радиоактивного калибровочного источника CESIA-137. Недавно у меня уже мелькнул этот источник в одном из видео, и люди начали спрашивать, что это такое. Источник представляет собой алюминиевую шайбу диаметром 30 мм и толщиной 4,5 мм. Сверху имеется наклейка, на которой указано наименование нуклида. Его активность 0,05 мккюри, а также период полураспада CESIA-137, 30 с небольшим лет. Ниже указан тип излучения, это β плюс γ. А ещё ниже написана дата выпуска образца. Предназначение данного источника – это калибровка γ-спектрометров. Его активность очень низкая, поэтому источник довольно безопасен. Сам препарат CESIA находится в углублении под наклейкой в центре шайбы. Я не буду открывать наклейку, думаю, это излишне. Как известно, в природе CESIA-137 нет, это техногенный продукт. Данный нуклид образуется в ядерных реакторах или во время применения ядерного оружия. CESIA-137 – это дочерний продукт β-распада ксенона-137. Сам CESIA-137 также распадается с выделением β-частицы и превращается в барий-137, который тоже является нестабильным нуклидом с периодом полураспада около 3 минут. Он испускает γ-квант с энергией 661 кВт и превращается в стабильный барий. Давайте измерим активность источника с помощью различных приборов. Начнём с радиометра МКС-01SA1M. Этот прибор имеет с ледяной газоразрядный счётчик β-11. Гамма-излучение будем измерять с закрытой крышкой гамма-фильтра. Включаем прибор, подносим источник и ждём. Прибор готов к работе. Итак, согласно показаниям прибора, мощность излучения составляет порядка 130 микрорентген в час. Поскольку сейчас мы измеряем гамма-излучение, то не имеет значения, какой стороной прикладывать источник к измерительному прибору. Гамма-лучи свободно проходят и через пластиковую наклейку, и через алюминиевую основу. Давайте это проверим. Прибор готов к работе. Как видим, показания не отличаются. Теперь возьмём радиоскан и измерим активность с его помощью. Продолжение следует... Продолжение следует... радиоскан показывает более низкую величину по гамме около 70 микро рентген в час также измерим бета поток от источника для этого выберем режим бета измерений и начнем первое измерение с надетой крышкой фильтра спустя какое-то время мы набрали определенную погрешность и нужно провести второе измерение со снятой крышкой и вот прибор показывает нам активность около 160 частиц в минуту на квадратный сантиметр это совсем немного еще у меня есть сцентиляционный дозиметр радиокод 101 он умеет определять только гамму работает очень быстро и показывает мощность излучения около 100 микро рентген в час давайте теперь подключим радиокод к компьютеру и определим гамма спектр источника открываем окно спектра обнуляем данные и смотрим вот у нас появился четкий пик цели 137 с энергией 661 кф собственно именно для этого и нужен калибровочный источник ну и наконец вернемся к ламповым приборам я возьму dp5a и давайте послушаем как этот прибор озвучивает гамма кванты цезия конечно также как и все остальные кванты частицы но все таки это тот самый цезий 137 по которому калибруются военные дозиметры поскольку активность очень маленькая я открою зонт поднесу источник непосредственно к счетчику и вот в главных телефонах мы четко слышим щелчки показания кстати совпадает с радиоскановскими что ж на этом мое короткое видео подошло к завершению спасибо всем за просмотр вот 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 Продолжение следует...